В железном плену Лада Калина превратилась в груду металла Лакомый кусочек для воров Причем почерк один и тот же, воруют одинаково везде Участились случаи кражи дымофонов Что заменит фонтан? На зиму демонтируют городскую достопримечательность Служу закону, служу народу Для кажданина человек в полицейской форме Олицетворяет собой власть, закон, справедливость Свой профессиональный праздник отметят полицейские Офицер в почете Родину защищать Есть такая профессия взводная Военкомы республики рассказали, как сделать военную карьеру Ближе к вылету Нефтехимик потерпел поражение на своем поле от московского «Динамо» В прямом эфире итоговый выпуск новостей на телеканале НТР в студии Алсу Арсланова Здравствуйте Жуткая по своему виду авария произошла на трассе, которая ведет из промзоны в Нижнекамск Легковушка оказалась зажата между двумя автобусами Причем это ДТП возникло из-за другой аварии на этой же трассе В причинах дорожного коллапса разбиралась наша съемочная группа Глядя на эти кадры, определить марку автомобиля практически невозможно Сейчас он больше напоминает груду искореженного металла Сильно повреждены передняя и задняя часть калины Машина не подлежит восстановлению Участники аварии рассказывают В ладу врезался автобус, ехавший позади От этого она ударилась в еще один автобус Он двигался впереди В итоге легковушка оказалась словно в тисках Водитель, протаранившись стоящую перед ним ладу Во всем винит погодные условия Нижнекамец зажатой легковушки точно родился в рубашке Ведь от его автомобиля практически ничего не осталось А сам он отделался лишь переломом ребра Интересно, что одной из причин этого ДТП Стала другая авария, которая произошла на этой трассе немного раньше 14-я выехала навстречу и врезалась в десятку А дальше в них въехало еще несколько машин В итоге в ДТП пострадало пять автомобилей Я так ехал ровно, чтобы от этого метра уже метр было А где примерно ДТП было? Не знаю, вот это, примерно вот это месте, да? Мы ехали по крайней полосе На встречу вылетела вот эта вот 14-я машина Удар получился туда, нас маленько развернуло На эту машину задел туарек Получается, вот этот туарек нас спас Если не туарек, мы бы, наверное, за борт улетели бы Вряд ли живые остались Потому что он на бешеной скорости ударил нас Я даже не понял, потому что на встречу выехал На встречу не успел, да, среагировать Немножко право и взял, а потом уже там секунд не делал Там уже ничего не смогли сделать К счастью, в этой аварии никто не пострадал Результатом двух ДТП стала многокилометровая пробка на этой трассе Больше часа люди, возвращавшиеся с работы, не могли попасть домой Пришлось идти пешком Что же касается виновников аварий То в первом случае правило соблюдения дистанции Нарушил водителя автобуса В ДТП с участием пяти машин Виновникам признали нижнекамцы за рулем 14-й модели Говорят полицейские О том, какое наказание они понесут Станет известно позже Вадим Струминский, Алина Пантелеева, Евгений Лазайфов, Аль Ракипов Новости НТР Но это еще не все дорожные происшествия вчерашнего вечера На проспекте Мира сбили пешехода ДТП произошло примерно в 9 часов вечера Водитель автомобиля Ford Focus ехал со стороны Баки-Урманче На зебре не уступил дорогу И совершил наезд на 36-летнюю женщину В результате пострадавшую госпитализировали Полицейские задержали мошенницу Которая обманывала пожилых людей Схема была проста Подозреваемая входила в доверие к пенсионерам Затем заявляла о том, что на человеке порча И предлагала свою помощь Во время обряда очищения Потерпевшие лишались своих денег Только за сентябрь на ее уловки Попались три нижнекамца Доказано, что она причастна Как минимум к 12 преступлениям Четыре совершила в Нижнекамске Остальные на территории Башкирии Сотрудники полиции полагают, что не все Пострадавшие от действий аферистки Обратились в полицию Всем, кто попался на удочку Злоумышленницы, следует обратиться В дежурную часть Либо по телефонам, которые указаны на экране В городе орудуют еще одни Злоумышленники Только охотятся они За блоками питания Домофонов неизвестные Начали воровать микросхемы Благодаря которым двери наших парадных Находятся, как говорится, под замком Сколько было украдено И как с этим бороться Расскажет Олег Это блок питания, который отвечает За питание домофона Если его обесточить Получается, домофон не работает Вот, получается, здесь была Винка И розетка Видимо, они когда хотели Обесточить, вытащили Хотели блок питания украсть Вытянули шнур Получается, остался вот провод Руководители фирм, которые устанавливают И обслуживают домофоны в подъездах Лично посещают места преступлений А таковых в последнее время очень много Только за прошедший год Было украдено почти 350 блоков питания И вот о днях появились новые случаи Спецприбор был вырван На Менделеева один Один испорченный, один украден Видимо, спугнули, скорее всего Потому что, как бы, это Почерк Причем почерк один и тот же Воруют одинаково везде Чтобы не допустить более массовых краж Сотрудники фирм вызвали полицию В тот подъезд, где злоумышленнику Не удалось вырвать блок питания На нем он оставил свои отпечатки пальцев Сейчас ведутся поиски преступника Мы обратились в полицию Они приняли от нас вызов Приехали Приехала оперативная группа Приехал у киновок собака Они сняли отпечатки пальцев Сейчас они будут проводить Оперативные разыскные мероприятия Будут опросы жильцов производить Потом они дадут свое заключение Вот это и есть тот самый блок Который почему-то манит хулиганов Специалисты не могут понять, для чего их воруют По сути, использовать их можно только для работы домофона И адаптировать под другую сферу Практически невозможно Но окрасть аппарат стоимостью 1200 рублей Чтобы сдать его на цвет мед Тоже нелогично Медная катушка Ничтожно мала Кто это? Просто вандалы Или любители наживы Неизвестно Это будут устанавливать полицейские А специалисты дают совет жителям Большая просьба от имени всех домофонных организаций К старшим по подъездам К старшим по домам Также сотрудникам управляющих организаций Будьте, пожалуйста, внимательны и бдительны В плане того, что Если вы видите посторонних людей Возле электрощитков Или возле домофонного оборудования Спрашивайте, пожалуйста, удостоверение Наши ребята ходят все с удостоверениями Если что-то где-то у вас какие-то возникли вопросы Звоните в обслуживающую компанию Уточняйте Чтобы вы вместе могли пресечь вот эти факты воровства Попасть в любой подъезд Любому человеку может помочь вот такой вот универсальный ключ Специалисты называют таких людей вездеходами И они хотят перепрограммировать вот эту панель И раздать жителям подъезда индивидуальные магниты Но лифтеры, дворники и почтальоны Все-таки смогут заходить сюда беспрепятственно Им раздадут специальные ключи Александр Комаров, Евгений Лызаев Новости НТР Сегодня на городской набережной Демонтировали светомузыкальный фонтан Мой коллега Вадим Струминский Запечатлел рабочий процесс А также узнал о том, чем набережная Камы Будет привлекать горожан зимой Пара монтажников и несколько единиц техники Такими силами сегодня шли работы на причале Задача демонтировать светомузыкальный фонтан Который этим летом установили на Каме Если еще месяц назад конструкция находилась в 150 метрах от берега И в ночное время радовала горожан То сейчас фонтан явно не напоминает самого себя Месячной давности Как вы видите, полным ходом идет его демонтаж Причем при помощи крана Каждую деталь демонтируют отдельно А по словам рабочих таких здесь 12 штук С филигранной точностью очередная деталь Отправляется в 12-метровый кузов Много времени на демонтаж оборудования Не потребовалось Еще до выхода в эфир этого материала Фонтан полностью разобрали Теперь он будет храниться на специальной базе К слову, свою привлекательность Городская набережная зимой не утратит Нижнекамцы смогут интересно проводить свой досуг Их ожидает множество сюрпризов У нас сейчас по плану Это елка, которая будет располагаться В торце здания гостиницы Которая смотрит как раз таки вот зону фонтана Дальше планируем украсить мост Который причал Вот этот мост И внизу сделать каток Набережная однозначно не потеряется То есть однозначно она будет украшена Она будет выглядеть достойно Что же касается света музыкального фонтана Который без всяких сомнений Стал ярким символом городской набережной То свою работу он возобновит Следующим летом Ждать еще долго А потому предлагаем еще раз Насладиться этим Завораживающим представлением Вадим Струминский, Евгений Лузаев Новости НТР Высокозаработная плата Гарантированное трудоустройство Честь и почет 20 военкомов со всех районов республики Встретились с нижнекамскими выпускниками Чтобы рассказать о престиже профессии военного Продолжит Наталья Лушникова Работа со стопроцентным трудоустройством Такую гарантию выпускникам школ Дали сегодня военкомы республики А вот что это за профессия Лучше всего расскажут герои известного фильма А я вот представьте Всю жизнь гордился своим делом И отец моим гордился и дед Но другие богатством гордились или знатностью А мы профессией А что это за профессия? Родину защищать Есть такая профессия взводная Вот именно об этой профессии И шла речь военкомов с ребятами Говорили офицеры и о личной военной карьере И о том, как поступить в военные учебные заведения На что сделать упор С какими трудностями можно столкнуться Одна из них Большая конкуренция Тяга очень огромная Я вам скажу, что в военном училище очень большие конкурсы Их не так и много по всей России Но Условия поступления Очень жесткие Но я думаю, что каждый молодой человек Должен себя попробовать в неделю Поскольку и закон позволяет Подавать документы одновременно По-моему, в пять высших учебных заведений Почему без пяти высших учебных заведений Один комплект документов Не направить в военное училище И попробовать себя для поступления А профессия офицера Она всегда была почетна Тем более сейчас В зале нет свободных мест Здесь и учащиеся школ И кадеты Именно на последних военные Делают основную ставку Именно в них видят будущих офицеров Во-первых, мы помогаем родителям В нашем воспитании этих ребят И они тоже подключаются Ну и, соответственно, воспитываем нормальных ребят Которые проходят школу обучения Школу дисциплины Физически себя подтягивают очень хорошо В строевом отношении Это всегда пригодится нашим мужчинам в будущем А как они берут свою жизнь Это уже дело каждого Подобные встречи на какой результат вы рассчитываете? А у нас, в общем-то, все по военных Все серьезно У нас и план есть поступления И этот Мы рассчитываем на максимальный результат В своих расчетах военные не ошиблись Диалог с молодежью попал точно в цель После встречи ребята Лишь укрепились в своем решении Я планирую в дальнейшем поступить В Рязанское высшее вооруженное командное училище И как бы вот это вот мероприятие Она помогает как бы специализироваться То есть она дает понять вообще Что такое военное училище в целом Что такое кадровые офицеры Как в дальнейшем будет Кто он вообще Что он Какие действия он подпринимает То есть это очень хорошее дело Я планирую поступить По окончанию кадетского корпуса Станковое Казанское училище Как раз сейчас идет речь Товарищ генерал-майор Рассказывает о этом училище Какие вообще дальнейшие действия Там будут происходить Кем я оттуда выйду Что там будет происходить Какие экзамены нужно сдавать И что мне нужно сделать И как постараться Чтобы туда поступить Наталья Лушникова Ренат Харасов Новости НТР Помимо военных На страже порядка Стоят и полицейские Завтра они отметят Свой профессиональный праздник Однако в Нижнекамске Празднования прошли уже сегодня Отличников службы Отметили медалями и дипломами Но самая трогательная часть Прошла до начала Официального мероприятия Возложение цветов в преддверии праздника Это не просто святая традиция Это святая обязанность тех Кто гордо может заявлять Что он полицейский На этом постаменте высечены Имена тех Кто полностью отдал себя службе И погиб Но их подвиги не забыты А живые не просто должны Обязаны достойно продолжать Дело своих коллег И делают это они достойно Весь личный состав Пригласить на празднование Дня полиции В принципе невозможно Кто-то все-таки должен Нести службу по охране порядка Ну а те, кто пришли Получили слова поздравления И наставления Для гражданина Человек в полицейской форме Олицетворяет собой власть Закон Справедливость Ведь именно от нас С вами зависит Порядок на улице Спокойствие Нижнекамцев В нашей стране Уже в 51-й раз Отмечается День сотрудников Внутренних дел За это время Менялись люди Менялась форма И название Но неизменно Было одно Защита граждан Об этом в своей речи Сказал и глава Нижнекамска Айдар Медшин Органы внутренних дел Нашего города Нашего района Нижнекамского Муниципального района Имеют славные Традиции истории Основанные на Беззаметном Труде Отношении К делу Наших уважаемых Ветеранов Которые сегодня Находятся в этом зале Которые Вне этого зала И которые сегодня Передают Свой бесценный опыт Свои знания Молодым Стражам На празднование Дня полиции Не обошлось И без наград Более 80 сотрудников Получили знаки Отличия Разных достоинств Но как признаются Полицейские Работают они Не за медали А чтобы Оправдать Аббревиатуры МВД И УВД А они По мнению Нижнекамских Стражей порядка Расшифровываются Как мир Вашему дому И удачи Вашим делам Нелегко это дело Почту разносить Никто не знает Какой путь Преодолевают Почтальоны Чтобы донести Газеты и журналы До адресата На первый взгляд Ничего сложного Но на самом деле Это не так Айгуль Яблонская Прошлась по маршруту Письмоносов И узнала о проблемах С которыми они сталкиваются Наталья разносит почту Горожанам Уже 8 лет Свою работу Женщина любит Однако Последнее время Ей приходится нелегко Чтобы донести почту До адресата Нужно пройти Целую полосу препятствий Одна из первых Домофон Здесь был универсальный Но сейчас он не подходит Вообще не срабатывает Два раза делала За свой счет ключ Но он у меня Размагнитился И сейчас вот эта проблема Вот я Два месяца как размагнитился Не могу попадать Дома никого не бывает А если на том конце трубки Кто-нибудь и ответит Открывать дверь Не торопится Жалуются Наталья Почта откройте пожалуйста Почта откройте пожалуйста Вот сейчас повезло Дверь открыли Но бывает так Что дом Вот этот человек В данный момент Ничего не выписывает Я просто уже наугад звоню А так могут и послать И все хорошее Себе услышишь Че знаешь Че не знаешь Всякое бывает И даже преодолев Первую преграду Препятствия на пути Почтальона Не заканчиваются У меня не ящики Ящики не соответствуют ГОСТу Газета у меня Могу показать Не лизит Не в таком положении Вот она Насколько Не лизит В таком Вообще Ее нереально Рассказывают А это общежитие Новохитова До жителей этого дома Почта частенько Не доходит Вот пожалуйста Видите сами Ящиков нету Вот посмотрите Там тоже Вообще Ящиков нету В таком вот Поэтому мы вынуждены Оставлять почту На окошке Люди Половину Наверняка Не получают Потому что Есть Пакостники Которые выкидывают Вот у людей Письма здесь лежат Вот счета В другом Потому что По другому Никак И это далеко Не все проблемы С которыми Приходится Сталкиваться С почтальоном Было же такое Что палкой Замахнулся Старик Ему не ответишь И ничто Я просто поверну Сказала Восемь лет У вас дом Раздают Должны лицо Меня уже знать А вот именно Из-за рекламы Бесятся До такой степени Что вот Света нету Этого Постоянно Вот сами Вы зашли А если вот Я приду после обеда Сейчас зима Темно И уже ничего не видно С фонариками Раздаем К слову Работы у письмоносцев Немало Ежедневно Каждому почтальону А их в Нижнекамском районе 99 человек Приходится разносить Около 32 тысяч Различных посылок Это коммунальные счета Заказные письма Газеты и журналы Айгу Леблонская Ринат Харасов Новости НТР Персональная выставка Челнинского художника Анатолия Пашина Открылась в городском музее Работы мастера Не совсем стандартные Наша съемочная группа Побывала на необычной выставке Плач, смех и трепет Одновременно Картины Анатолия Пашина Называют вдохновляющими Космическими А иногда странными Но в произведениях автора Глубина чувств И логика мудрого мастера Пребывает в полной гармонии Я от лица всех нижнекамцев От лица работников культуры От лица творческой Института города Очень радуюсь И легко и внутри Потому что у нас у всех Есть замечательная возможность Соприкоснуться с таким творчеством Как творчество Анатолия Алексеевича В своих необычных работах Художник опирается на Древнерусское искусство И античную мифологию Зрителю приходилось по максимуму Включать воображение У автора свой смысл Здесь у меня вот эти две работы Они символичные Они как бы вот Я специально не сделал Они держат весь зал То есть там вот тут Семечки, семечки Вот этот вот предок То ли он нам волки Вообще это Кама Кама И Джукитава Там гора есть Она крутая гора Джукитава, да Но я ее могу И за Булгарина Выдавать И за любого там И за Казанца Не важно Самое главное Есть дух настроения Обладая безошибочной интуицией Анатолий Пашин Постигает типичные И индивидуальные Особенности характера Людей и среды В которой они живут Палитра художника Может быть светлой Или яркой Сдержанной Или почти монохромной Но всегда Несет в себе Благородство Колорита народности Насладиться Необычной выставкой Нижнекамцы смогут До 7 декабря Но не только на выставке Можно прикоснуться К творчеству Кондуктор трамвая Порадовал нижнекамцев Живым бокалом Этот момент Запечатлел пассажир И выложил видео В интернет Сейчас оно пользуется Большой популярностью В сети Его На его счету Тысяча просмотров Лилия Булатова Так зовут кондуктора Исполнила песню Листья желтые А компонировал ей Судя по всему Мужчина Который обычно Собирает милостыню Дуэт получился Удачным Предлагаем в этом Убедиться и вам Субтитры создавал DimaTorzok Двадцатилетний Нижнекамец Получил Оскар Правда не кинопремию А литературную награду Деревянную статуэтку Павлу Иванову Вручили за выразительное чтение Стихотворение Несколько строк Он прочел специально Для наших телезрителей Интригу потихоньку Необходимо нагнетать Но делать нужно это Плавно И с поворотом головы И говорить слова Быстрее И в ноте Как бы повышать И выговорить Все четко Не запинаясь Не бубня Рукой вот так вот Помогая Показывая как бы что Накал страстей Уже в процессе Что кульминация Вот-вот И распростерши Руки к залу Слова Чеканить Словно шаг Паша декламирует Стихотворение Молодого блогера Василия Урьевского Стих про стих Именно благодаря Своему эмоциональному чтению Нижнекамец победил В зональном конкурсе Чтецов Который проходил В набережных Челнах Больше всего Молодой человек Предпочитает выступать С произведениями Известных классиков Я хочу При последней минуте Попросить тех Кто будет со мной Чтоб за все За грехи мои тяжкие За неверие В благодать Положите меня В русской рубашке Под иконами Умирать Увлекаться поэзией Нижнекамец начал в 10 лет На творчество его вдохновили Стихи Сергея Есенина На экран вышел сериал Есенин Мой отец очень хотел его посмотреть Посмотрел И я так сказать Подглядывал за ним Это просто в позднее время Не разрешал мне смотреть И я все равно подглядывал Мне очень нравилось И потом отец уже выучился Начал читать сам стихи Ну и мне понравилось Я захотел тоже Он меня научил Сейчас Паша Учится на юриста В будущем мечтает поступить В театральный И стать актером театра кино А пока для души и творчества Он создал свой видеоблог Где начал размещать Все свои выступления Мне кажется я умный И начитанный Стихотворение знаю наизусть Ну по крайней мере Как звучит оно Пока не пригодилось Ну а вдруг У 20-летнего Павла Уже очень много наград За чтение стихов За победу в этом конкурсе Ему вручили диплом победителя Гран-при и литературный Оскар Молодой человек верит Что когда-нибудь Рядом с деревянным Оскаром У него будет Настоящая статуэтка Кинопремия Айгуль Леблонская Рафаэль Ракипов Новости НТР И последнее МЧС Татарстана Со ссылкой на синоптиков Сообщает Что сегодня вечером А также ночью И днем 10 ноября Ожидается ледяной дождь На дорогах сильная гололедица И туман Будьте осторожны На этом моя часть выпуска завершена Самыми свежими Спортивными новостями Ко мне присоединился Мой коллега Кирилл Давкаев Здравствуй Кирилл Здравствуйте Я уже буквально Чуть больше часа назад Вернулся с футбола Довелось лицезреть Игру московского Динамо Как было Расскажу в своем блоке Очень интересно Я же с вами прощаюсь Напоминаю Что связаться с нашей редакцией Можно по телефону 40 0 7 70 Или пишите нам На сайт НТР Дефис 24.ру Сегодня в новостях спорта Назаров уступил чемпиону Обзор матча Нефтехимик Металлург Историческое противостояние Как нефтехимик Принял московское Динамо Об этом и не только Сразу после рекламы Компания Техноколор Дарит праздничные скидки До 20% На пластиковые окна И алюминиевые витражи Подробности по телефону 45 68 86 И 45 68 88 Техноколор Подарите тепло И уют близким Нужен новый автомобиль Приходи Поторгуемся Только в ноябре Назначай свою цену На новый Ниссан Выгодный кредит И доступный трейд-ин Приезжайте торговаться В автоцентр Марка Казань Чуйкова 54Б Подробности по телефону 4 пятерки 3 единицы Современные модели слуховых аппаратов В центре Радуга звуков Незаметные внутриушные Для детей и взрослых Телефон в Нижнекамске 32 33 53 Отличное предложение От магазина Тысячи мелочей Специально для автомобилистов Незамерзайка 5 литров Всего за 75 рублей Магазин Тысячи мелочей Мы ждем вас С 7.30 до 8 вечера Проспект Мира 105А Салон Штормария Более тысячи вариантов ткани Вызов дизайнера И пошив тюли бесплатно Салон Штормария Уют вашего дома Торговые центры Планета 2 этаж И Березка 2 этаж Ура! Теперь не нужно платить Обонплату Покупайте приставки В магазинах Технарай И компьютеров И смотрите 20 каналов Отличного качества На телевизоре С домашней антенной Сломался компьютер Что же делать? Звони в Фикс Смарт Это ремонт компьютеров Профессионалами С выездом на дом Без обмана И по выгодным ценам Телефон в Нижнекамске 488 321 Фикс Смарт С нами опыт За покупками спешите В Эдсен Скидки получите Пуфин Нес Кафе Голд 95 граммов Всего 149 рублей Ветчина экстра Вареная Челный бройлер 169 рублей За 700 граммов Акция действует С 8 по 14 ноября В гипермаркете Эссен Нижнекамск-нефтехим Нижнекамск-нефтехим Доля экспорта В общем объеме продукции Составляет около 50% Нижнекамск-нефтехим Амбициозные цели Высокая ответственность Значимые результаты На телеканале НТР Обзор спортивных новостей Сегодня в спортивной истории Нижнекамска Свершилось поистине Знаменательное событие Впервые в наш город Приехали футболисты Московского Динамо И пусть это не команда Образца премьер-лиги Но зато лидер ФНЛ Несмотря на погоду Трибуном стадиона Пустовать не пришлось Чем запомнилась игра Смотрите далее Ажидать сенсации От игры не стоило Все-таки по уровню мастерства Команды находятся На разных полюсах Тем не менее Химики вышли на поле заряженными Просто так Отдавать победу Столичному гранду Не собирались Счет Динамовцы Смогли открыть на седьмой минуте После подачи с углового Защитник Нижнекамцев Сыграл рукой И подарил гостям Право на пенальти Евгений Луценко Умело переиграл Самохвалова Гостевая трибуна взревела К слову Поддержать московскую команду Приехала внушительная делегация Борельщиков На протяжении первого тайма Игра носила равный характер Особо опасных моментов Не создавали ни те, ни другие Можно отметить игру Нижнекамцев Соболева и Мулина Активно действовавших на флангах На 33-й минуте Нефтехимик убежал в контратаку Но до забитого мяча Дело не дошло Ровно как и динамовцы Не смогли забить Спустя пару минут Под занавес тайма На поле появился Галиак Беров Шанс отличиться у Руслана Был на 44-й минуте Но вратарь москвичей Успел на перехват Динамо снова предприняло Несколько попыток Взятия ворот Самохвалова Но безуспешно Забитый мяч Зрители увидели во втором тайме Нижнекамец Мулин Отправил его в сетку Правда, мгновение спустя Боковой арбитр указал на офсайт Счет остался прежним 72-я минута Москвичи сфалели на Замалиеве Химики заработали штраф Ной к точке вышел Погорельцев Переиграл стенку Но Галкибрь переиграть Не сумел Один из последних шансов Забить гол у нефтехимика Упустил нападающий Бобырь После навеса с фланга Он элегантно принял мяч И пробил поворотом Но снаряд проскочил В притирку со штангой Изменить положение дел К финальному свистку Нижнекамцы так и не смогли Огорчило болельщиков Не только поражение Любимой команды Но и красная карточка Самохвалова Заработанная им на 90-м минуте За срыв атаки 1-0 победа Динамо Как предполагалось Игра выдалась тяжелая Для обеих команд Вязкое тяжелое поле Холодная погода А так В целом Я считаю Игра была равна Единственный момент Спината Решил исход этой игры В первом тайме Я бы не сказал Чтобы мы сильно Проиграли этой командой Второй тайм Добавили еще Я считаю Второй тайм Мы доминировали Единственное Не удалось Как еще раз повторюсь Забить гол Забили быстрый мяч Конечно Это преимущество Для любой команды Были Очень хорошие Не подходы А именно Голевые моменты У нашей команды Что понравилось Сыграли очень Организованно Надежно По-мужски В обороне Сделали Ставку На атакующих игроков Которые В первую очередь В Хабаровске Не принимали участие Или в меньшей степени Играли В игровом времени А так В целом Игрой команды Доволен Следующий матч Команда приведет На выезде С подмосковными Химками Ворота Нефтехимика Будет защищать Федор Арсентьев Теперь поговорим О хоккее Нефтехимик Накануне уступил Магнитогорскому Металлургу В рамках выездной серии Несмотря на то Что играть нашим Пришлось Действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги Богатым на заброшенные шайбы Матч не выдался Первый период По большей части Прошел в силовой борьбе Стоит отметить Что нефтехимика Бросал чаще Действовал на площадке Активных хозяев Но все же На 17-й минуте Сергею Мазякину Удалось распечатать Ворота Лисутина На старте Второго игрового отрезка Магнитогорская команда Довольно длительное время Играла 5 на 3 Но воспользоваться Численным превосходством Так и не смогла На экваторе Сексен смог сравнять счет Победителя удалось выявить Только в серии буллитов И уже здесь Мазякин принес победу Своей команде 1-2 Поражение нефтехимика Первое в серии буллитов По ходу текущего сезона Игра мне понравилась Ребята били Все обе команды Хотели победить После выходных Сил много Эмоции всегда Захлестывают Довели дело до буллитов Ну а там уже Как получилось Получилось не в нашу пользу Представительница Спортклуба Нефтехимик Наталья Жукова Продолжает подготовку К предстоящему Кубку мира По лыжным гонкам Нижнекамка В составе сборной Команды России Тренируется в Финляндии С 18 по 20 ноября Под эгидой ФИС Там пройдут Отборочные соревнования Для участия в Кубке мира 2016-17 По лыжным гонкам Первый этап Кубка пройдет В финском курорте Рука В последних числах ноября В рамках этапа Запланированы Спринтерские гонки Классическим стилем А также Индивидуальные гонки Классикой На 15 километров У мужчин И на 10 километров У женщин Перейдем с лыжни На боксерский ринг Представители Спортклуба Нефтехимик Завоевали медали На турнире В набережных Челнах Соревнования в Автограде Посвященные памяти Первого членовского тренера По боксу Сергея Авдеевич Прошли в восьмой раз Турнир собрал Около сотни боксеров С четырех регионов России 15 городов Татарстана В качестве почетного гостя В соревнованиях Принял участие Владимир Черня Тренер-демитова Костя Дзю Воспитанники тренера Спортклуба Нефтехимик Анатолий Пушканов Отличились в трех весовых категориях Айшат Басиров В категории 42 килограмма Взял золото Евгений Тарасов Завевал серебро В категории 69 килограмм Третьим стал Инсав Сафиулин 264 килограмма Ну а на сегодня У меня все Смотрите далее В эфире НТР прогноз погоды Я же с вами прощаюсь И напоминаю Что связаться с нашей редакцией Можно по телефону 40 07 70 А также посредством Сайта ntrdefis24.ru До встречи в эфире Погода в Нижнекамске на 10 ноября Ночью минус 11 градусов Небольшой снег Утром минус 12 градусов Пасмурно Днем сохранится пасмурная погода И будет минус 11 градусов Вечером также пасмурно Минус 10 Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба Ветер восточный 3 метра в секунду Влажность воздуха 85 процентов Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»